Субтитры делал DimaTorzok 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 И куда следует двигаться дальше Субтитры делал DimaTorzok Во втором андеграунде было по сути то же самое Но из-за специфической подачи и масштаба самой игры Сюжет там был чисто номинальным А вот с Most Wanted'а все стало несколько серьезней И именно с Most Wanted'ом чаще всего и ассоциируется НФС Как в плане самих гонок, так и в плане сюжета Знаете, почему этот сюжет запоминается? Почему он работает лучше всего? Потому что в нем был не просто конфликт а-ля пацан к успеху шел И только помимо гонщиков соперников были еще полицейские соперники Там у героя был отдельный, сильный, личный конфликт с гонщиком Который стал его личным врагом Который не просто выиграл его в начале и герой просто хочет его победить Тот гонщик его обманул, подставил и обокрал И теперь герой не просто делал это все, чтобы стать самым лучшим Нет, это уже было нечто большее Это уже было личное Он хотел вернуть свою машину и расквитаться со своим обидчиком Вот, расплата, наказание хулигана, восстановление справедливости Это очень сильный и очень личный мотиватор, знакомый каждому человеку И в том сеттинге они гораздо сильнее резонируют у игрока, побуждая его к действию Чем просто желание стать лучшим Типа, стать лучшим? А зачем? Ради чего? Здесь же ясно ради чего Ради возвращения своей машины И масштабный эпичный финал навсегда оставлял свой след Это вышка Весь путь вел нас к этому моменту И он был не напрасен Нитфа Спид Карбон В Карбоне сюжет был слабее, хоть и снят был лучше Там герой отрабатывал свой факап Который, как мы потом узнаем, не был его факапом Там была очередная подстава, но все равно это работает слабее Да, тот факт, что главного героя подставили Было очевидно с самого начала И очевидно, кто это сделал Но игра все равно преподносит это как вот это поворот Но из-за того, что ты знаешь, кто главный злодей Главный босс Ты просто проходишь игру с мыслью Ну когда же вы нам это раскроете? Хотя, если честно, у меня жопа горела Как герой потерял свою машину Типа, разбил? Разбил? Серьезно? В контексте мира, в котором машина может выдерживать все, что угодно Объяснять ее потерю тем, что он ее разбил Это максимальная тупость Блин, что мешало сделать это так, что злодей просто забрал машину героя И сказал, что это будет мой залог И он отдаст ее, когда ты отработаешь свой долг Да, это возможно тоже было бы отчасти повторением Но это хоть какое-то более-менее адекватное обоснование И потом, когда бы наступал этап игры Когда все гонщики пересаживаются на третий уровень машин Герой бы получал ее обратно Так как она тоже как раз третьего уровня И на ней он мог бы там завершать свою игру Так, ладно Меня уже что-то не в ту сторону понесло Короче И хотя сюжет в карбоне был несколько слабее Most Wanted Он тоже откладывался у нас в памяти За счет улучшенной съемки Музыкального сопровождения Атмосферы И того факта Что это было прямое продолжение Most Wanted С тем же главным героем К которому у нас имелась эмоциональная привязанность Need for Speed Pro Street Эта часть стала первой игрой в серии В которой были полностью легальные гонки И главный герой наконец-то обрел имя и фамилию Правда его лицо все еще скрывали шлемом Что если честно уже не имеет никакого смысла Типа зачем если вы дали ему имя И уже очевидно что это типа не я Не игрок Говорят потому что это тот же самый персонаж Что был в предыдущих частях И даже фанатские википедии так начали писать Ну я не знаю Короче сюжет в этой части стал уже совсем простым и чисто формальным Главный герой Райан Купер Бывший уличный гонщик Который хочет стать самым лучшим И для этого ему надо победить очередных боссов Очередных местных королей Никакой личности у них не имеется Кроме уникальных машин Только самый главный имеет внешку И на этом как бы все А кстати вам никогда не было интересно Почему это уличный гонщик Вдруг захотел легализоваться Ну так как бы понятно для чего Потому что это легально А то нелегально Но типа его личные причины Я бы посмотрел как он к этому пришел И вот об этом я расскажу несколько позже Need for Speed Undercover В Undercover разработчики решили снова вернуться к теме уличных гонок И попытались повторить свой же успех Успех Most Wanted Правда вышло это не очень мягко говоря Проблемы с графикой Проблемы с физикой Проблемы со сложностью А сюжет Ну сюжет на это получился просто Most Wanted на минималках Хотя казалось бы Почему? История оказалась интересной И действительно новой для серии Главный герой не просто очередной уличный гонщик А полицейский Который Undercover Внедряется к гонщикам Чтобы расследовать криминальное дело Что же пошло не так? Чего этой истории не хватило? Сильного и личного конфликта Который был в Most Wanted Ну то есть да, там есть конфликт в виде соперников Которые оказываются у героя на пути Конфликт в плане доверия к нему Которую он должен завоевывать Но это довольно слабо с точки зрения эмоций Герой просто выполняет свою работу И в конце просто раскрывается твист его начальницы Которая его предает И да, это удивляет Но совсем немного Потому что нас с ней не связывает ничего кроме работы И это может быть разочарование в духе Ёб твою мать, начальник оказался крысой Видимо я останусь без зарплаты Надо было оформлять хотя бы договор подряда И по идее Это могло бы быть не кульминацией А серединой сюжета И это могло бы двинуть историю в направлении А-ля Герой начинает сомневаться За ту ли сторону он воюет Он мог бы там Разочаровываться в системе И решиться перейти на сторону Уличных гонщиков Опять же Это на мой взгляд Разнообразило бы сюжет И сделало бы его не таким, я не знаю Пресным, что ли В ремейке Hot Perseus 10-го года Полноценного сюжета нет Но не в том плане, что типа он настолько плохой Что не запоминается А его реально там нет Так что эту игру мы пропускаем И движемся к Need for Speed The Run В Need for Speed The Run появился полноценный главный герой Который имел уже не только имя, фамилию Но и полноценную внешность Сюжет, пускай и простой Пускай ему и не хватает глубины О чем я подробно рассказывал в отдельном ролике Но там у главного героя Есть четкая мотивация Есть четкий конфликт И оно сильнее откликается в зрителей Потому что, ну, на кону стоит Выживание главного героя Все это вкупе с хорошей постановкой Отличной музыкой Делало эту историю более-менее Но запоминающейся В конце концов это был Road Movie Так, что у нас там дальше? Most Want 12-го года Most Want 12-го года Опять же, сюжета там просто тупо нет Говорить, следовательно, не о чем В следующий NFS Rivals тоже сюжета нет Он вернулся только в так называемом Перезапуске Need for Speed В NFS 15-го года сюжет красиво снят Именно снят И такое ощущение, что Эта красивая съемка нужна была Только для того, чтобы пустить пыль в глаза И скрыть, опять же, стерильность И простоту истории Это опять сюжет из разряда Новичок приехал в город и начал всех покорять Да, вроде как там есть какие-то терки Есть какой-то конфликт Но полноценной драмы Полноценного напряжения здесь нет Потому что все боссы, с которыми мы столкнемся И которых нам надо победить Это реальные люди И делать из них злодеев было бы странно И это просто оппоненты Просто соперники, которые после победы тебя просто похвалят Молодец, ты нас победил, ты такой клевый Ну и как бы и все И игра снова вернулась к концепции безымянного безликого героя И это уже начало восприниматься Несколько кринжово, если честно Типа да, разумеется, я поверю, что герой молчит всю историю И к нему в этом плане не возникнет никаких вопросов Да-да-да, очень реалистично NFS поебать Payback Эту часть решили сделать в стиле современных форсажей Но и это успеха, к сожалению, не принесло Да, сюжет вроде бы и есть Вроде бы как герои мотивированы И вроде как они полноценные личности Че я тут доебался Ну да, герои теперь не безликие И не безымянные Но они получились очень плоскими Очень поверхностными И очень раздражающими, что пиздец, простите И несмотря на, казалось бы, серьезный сюжет Нет никакого ощущения опасности И в сочетании с тем, что персонажи тебя никак не цепляют И тебе глубоко наплевать, что с ними случится История не работает Хотя вполне себе могла NFS хит В последней на данный момент части История получше за счет приземленности И персонажей, которые получились более живыми Но, опять же, шаг назад О чем это я? Опять безымянный герой У которого нет личного конфликта Который просто плывет по течению сюжета Да, какая-никакая мотивация И даже простенькая драма Есть у наших друзей Второстепенных персонажей Но, опять же, у героя Нет Опять же, он Она, в зависимости от вашего выбора Это ни на что не влияет Просто плывет по течению И просто участвует в катсценах И просто участвует в гонках Тебе, опять же, как-то плевать А финальная гонка Да, она, в принципе, сложная Спору нет Но, блин В ней присутствует Самый тупой И самый бессмысленный фан-сервис Смотрите Главный злодей Удирает от нас на БМВ На той самой БМВ Из мост Вонтеда И это Не имеет никакого смысла Главный злодей Не оказывается Тем самым гонщиком Из старых игр Он не забрал ее у него Нет Она просто есть Мы просто за ней едем И просто получаем ее После прохождения И знали бы вы Как я себя странно чувствовал Когда при первом прохождении Я гнался за БМВ На, по сути, той же БМВ Да, я при прохождении Купил тройку И затюнил ее соответствующим образом Потому что Потому что могу И заканчивается эта история Максимально просто Никакой грандиозной катсцены Никаких красивых финальных кадров Даже титров нет Просто скромное Спасибо за игру Ебать, пожалуйста, нахуй Что же у нас по итогу По итогу я могу сделать вывод Что проблема текущих сюжетов Заключается в отсутствии Полноценного сильного Личного конфликта И отсутствии полноценного Главного героя И, кстати, именно поэтому Меня никак не цепляет Форза Потому что сюжет там Ну чисто формальный Там нет никакого конфликта Опять же, я об этом рассказывал В отдельном ролике Не хочу повторяться Ссылки будут в описании И это ответ Почему старые сюжеты работали Да, там не было полноценного героя Но был сильный и личный конфликт Который понятен игроку И который у него отлично отзывался Схема с безымянным героем Тогда работала Потому что, во-первых Это было в новинку А во-вторых Работала, как мне кажется На мелкую аудиторию Когда ты ребенок Подросток Когда ты еще Не сформировавшаяся личность Да, это на тебя влияет Но когда ты уже взрослый Этого Этого мало Тебе не хватает глубины Ты не чувствуешь себя главным героем Типа, да, он по идее должен быть тобой Но это же не ты Ты не хочешь уже быть этим героем Ты хочешь наблюдать за героем Наблюдать за его личностью И этого в НФС Очень не хватает И на самом деле Сама эта концепция Нелегальных гонок Тоже себя уже давно исчерпала И по идее На этом можно было бы построить Неплохой драматичный сюжет И даже сделать какой-то моральный перелом А-ля герой понимает Что нельзя уже быть нелегальщиной Это слишком опасно Слишком много людей Погибло И если хочешь Иди в легальные гонки Привет, ProStreet И вот из-за того Что в этих мирах нет прохожих Нет смертельных аварий Не особо ощущается Насколько опасны Все эти покатушки И на чем Можно было сыграть Ну и на этом все Большое спасибо за просмотр Жду вашего мнения В комментариях Распишите в комментариях Какой сюжет в NFS Вы считаете лучшим Или вам наоборот Кажется, что в NFS Никогда и не было Хорошего сюжета И я тут зря Эти 15 минут распинался Напоминаю вам Про второй канал А также напоминаю вам Что если вам нравится То, что я делаю И вы хотите меня Поддержать финансово То можете это сделать На сервисе Бусти Там у меня ролики Выходят на сутки раньше Подробно расписываются Мои планы Над чем я работаю И выкладываются эксклюзивные Дополнительные материалы Вот, например Из свежего Там вышли бэкстейджи Из короткометра А также я монтирую Отдельный бэкстейджный видос Поэтому, если хотите Меня финансово поддержать Опять же Ссылка будет в описании А еще я подключил Функцию Суперспасибо На самом ютубе Так что Если хотите меня поддержать За какой-то конкретный ролик То с помощью этой кнопки Можете это сделать Вот Можете также На мой телеграм-канал Подписаться Где я выкладываю Голосовые сообщения На тему Там новых фильмов Новых сериалов Например Там я Из последнего горел На тему Оби-Вана Я даже стрим проводил На своем втором канале На эту тему Запись есть Можете опять же Не забыть бы Добавить все это в описании Поэтому ищите в описании Короче Можете зайти Посмотреть Поглазеть Если вам понравится Можете подписаться И на этом точно все Все Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok